МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все обсуждают закон федеральный, который вступает в силу после 7 мая. Ожидаем, что какие-то маршруты общественного транспорта не выйдут на линию. Сейчас уже можно сказать, какие это будут маршруты? Да, конечно. Действительно, у нас не с 7-го, а с 7-го вступает в силу закон. Опубликован он был 9-го. Поэтому это начнется с 9 мая. Давайте в комплексе немножко посмотрим на эту проблему. Действительно, у нас невозможно будет ездить с правами иностранного производства. Имеется в виду водить общественный транспорт. Не ездить просто на автомобиле, а именно в общественном транспорте. Что мы делаем в этом направлении? Я бы разделил это на два шага. Первое, это мы работаем с коммерческими и муниципальными перевозчиками в отношении того, чтобы все-таки переобучать водителей, которые намерены и настроены работать. Либо набирать водителей с образцами, с русскими правами, образца Российской Федерации и так далее. Эта работа ведется, надо сказать, что неплохо, потому что мы начали срез этих водителей делать где-то месяца 4-5 назад. Если по первым прогнозам у нас мы теряли где-то 50-55 процентов водителей, то на сегодняшний день мы из 1100 машин теряем 360 машин. То есть порядка 70 процентов у нас все-таки на линии остается. Большую работу провели и муниципальное наше автобусное предприятие, и надо сказать, что и частные перевозчики, потому что все-таки это их бизнес, они заинтересованы в том, что мы этим заниматься. Ну и наша социальная задача – это перевозка пассажиров. Это первое, что сделано. Что касается трамвайной троллейбусного управления и метрополитена, там таких проблем нет. Да, там мигрантов нет. И надо сказать, что в МАПе, в автобусном объединении муниципальном, их не так много, их 150 человек, но большинство, 80 процентов прошло обучение, и сдали экзамен, и на сегодняшний день ждут выдачи прав образца Российской Федерации. Второе направление, то, что нужно было сделать, я считаю, что мы сделали, это некая корректировка или оптимизация маршрутной сети под то количество подвижного состава, предполагаемое, которое останется у нас после 9 мая. Мы эту корректировку маршрутной сети опубликовали на своем сайте. Там есть некие изменения, что касается закрытия маршрутов, но я бы не сказал слово «закрытие», я бы сказал, что временная приостановка обслуживания этих маршрутов – это в основном маршруты, которые там либо обслуживали одной или двумя машинами, то есть неуспешные маршруты, значит, либо маршруты с низким пассажиропотоком, либо маршруты, в которых есть хорошая альтернатива для того, чтобы из тех или иных районов уехать. То есть можно пересесть и добраться тоже должно будет? Ну, что касается пересесть, это немножко отдельная тема. Ряд маршрутов у нас претерпели просто изменения. Ну, изменения, уменьшается подвижной состав, значит, чтобы соблюсти интервал, нормально и нормально ритмично вывести людей с разных районов города, значит, мы должны маршруты эти укоротить просто по длине. Поэтому было принято решение, и ряд маршрутов перенаправить к мощным пересадочным узлам. Например, на станции метро? Да, ну, станции метро Ботаническая, станции метро Чикаловская, железнодорожный вокзал. Ну, ведь платить пассажиру придется больше, потому что придется пересаживаться. Да, возникает некое количество пересадок. Но основной задачей, я сейчас об этом скажу, основной задачей было все-таки сохранение интервала, чтобы человек привычно пришел на остановку, и там каждые 5-10 минут мог уехать. А не ждал автобуса этого часа или полтора часа, потому что маршрут остался длинный, а автобусов стало меньше. Вот это была главная задача, чтобы утром мог выехать из своего района и приехать в центральную, ту и иную часть города. Да, естественно, придется ездить с пересадкой. Пересадок будет больше. Для тех людей, кто пользовался этими маршрутами, их немного, мы 12 маршрутов изменили, скажем, укоротили. И сейчас ведется работа по внедрению, разработке, внедрению новых проездных билетов, более льготных. Я сейчас цифры называть не буду, потому что они пока не утверждены просто. Но в ближайшее время, я думаю, что они будут утверждены. Именно для тех людей, которые ездят достаточно активно, им придется делать большее количество пересадок, для того, чтобы он был не так бил по карману. То есть стоимость поездки будет чуть ниже для таких пассажиров? Да, это касается проездных билетов именно. То есть он сможет купить более дешевый проездной билет и совершать большее количество пересадок. Мы это в ближайшее время опубликуем. Я думаю, что числа с 10-15 мая это вступит в силу. Почему с 15-го? Потому что у нас пополнение проездных билетов и покупка происходит с 15-го числа каждого месяца. Вот вопрос от Федора и такая реплика. Как это повлияет вступление этого закона на то, что станет ездить в безопасности общественном транспорте? Потому что были нарекания на водителей мигрантов, что они превышают скоростной режим, разговаривают по телефону во время движения. Вот это как-то изменит? Как вы полагаете ситуацию по безопасности? Ну, вы знаете, я думаю, что разговоры по телефону и безопасная езда, она национальному признаку, наверное, не принадлежит. Вопрос в культуре самих водителей, среди мигрантов и среди не-мигрантов, и так далее, которые нужно воспитывать и, так сказать, соблюдать правила. Ведь, в принципе, в договоре и в правилах перевозок все описано. Описано, что нельзя разговаривать по телефону, нельзя курить на борту и так далее. Нельзя нарушать уж правила дорожного движения. И это соответственно. Поэтому, повлияет или нет, я не знаю. Но, наверное, если мы более квалифицированными кадрами заменим тот пробел, который возникнет, естественно, это повлияет на безопасность дорожного движения. Где можно посмотреть маршруты, которые временно остановят работу до какого-то срока? То есть это будет осень, когда они возобновят свою работу? Какие границы временные? У нас основной пассажиропоток, конечно, самый пиковый. Это осеннее время. Это начнется подготовка к школе. Дети пойдут в школу, люди вернутся из отпусков. Поэтому мы ставим себе некие рубежи. Это осень, когда мы должны оптимально наладить работу общественного транспорта. Возможно, это не восстановится. В полной мере, может быть, что-то приживется и так далее. Маршрутная сеть, механизм подвижный. Мы за ней все время наблюдаем. Обследуем участок, как раз идет обследование пассажиропотока. Может быть, мы что-то оставим в силе, а что-то изменим. Несколько сообщений следующего порядка. Хочу воскликнуть благодарность, что сейчас транспорт ходит по расписанию. Наталья Владимировна спрашивает. После 7 мая как-то изменится расписание? Ждать автобус придется дольше? Давайте я еще раз повторю. Как раз наша задача была, чтобы автобус люди дольше не ждали. То есть вопрос, что он может не привезти их в ту конечную точку, а где-то придется сделать пересадку. Планируем, что достаточно удобную и безболезненную. Но вывезти людей с отдаленных районов, с наших районов, Елизавета, Сосновой Бор, Академический. У нас много районов, которые ездят в центр. Мы должны обеспечить именно ритмично и по расписанию. Кто следит за чистотой в салонах автобусов и маршруток? Очень грязно. Просьба навести порядок. Требования к перевозчикам? Есть требования у перевозчиков договорные. В договоре с администрацией города у них прописано, что должен быть чистый и внешний, и внутренний подвижной состав. В первую очередь следить должен сам перевозчик, безусловно. Но у нас есть транспортная инспекция, которая периодически, или не периодически, а постоянно. Ну вот субботник у нас 26 апреля, может быть, объединиться транспортным службам? Мы призываем мыть транспорт каждое утро, вне зависимости от субботника. Машина должна на линию выходить чистой. Несколько сообщений по следующему порядку. Если авария случилась на трамвайных рельсах, будут ли взымать простой за то, что появилось, пробел в движении? Безусловно. Я немножко перефразирую. Не будут, а его взымают. Его очень давно взымают. Потому что дело это затратное. Не говоря о том, что в первую очередь простаивают пассажиры, которые опаздывают к местам назначения. Ну и это экономически, так сказать, невыгодно для транспорта. Поэтому составляется протокол, если авария произошла на рельсах, на основании этого, в судебном порядке, либо в добровольном, если гражданин согласится выплатить. Эта плата взымается. И они достаточно приличные, кстати говоря. Несколько сообщений следующего порядка. Имеет ли право кондуктор отрывать билеты от аппарата Е-карты и продавать их пассажирам, которые едут за деньги? Нет, не имеет. Если такие случаи есть, прошу обращаться в комитет по транспорту, указать конкретные маршруты, где это было, не имеет. А сколько сегодня получают в среднем водители муниципального транспорта? И почему наши водители не идут работать на те же маршрутные такси? Ну, надо сказать, что вообще работа водителя на общественном транспорте, она очень ответственная и очень напряженная. Зарплата, которую платят сегодня на муниципальных предприятиях, она, конечно, недостаточно. Она не дотягивает до того уровня, который хотелось бы. Это от 29 до 31 тысячи рублей. При том, что ответственность на водителей и уровень профессионализма должен быть очень высокий. Наверное, связанным с этим, нужно просто, как это говорится, вливать денежные средства в общественные транспорты. Это социальная функция. Это социальная функция, безусловно. К сожалению, у нас сейчас отсутствует часть компенсации, которую за льготников должны выплатить. В том числе и частным, и коммерческим перевозчикам. Они ведь тоже вывозят у нас льготников. Ну и муниципальным предприятиям. Эта экономическая составляющая нам бы очень помогла. Ну, может быть, где-то опубликовать официально, какие маршруты временно прекращают свой режим? Вот кроме портала администрации города, может, дополнительно где-то это озвучить? Ну, мы отдаем прессе это в свободном доступе. Это уже на некоторых сайтах озвучено. Можем в газете, например, напечатать. Но вообще на сайте это уже висит несколько дней. На портале администрации города можно схемы увидеть? Там и изменения схем движения, и те, которые временно приостановлены, и те, которые остаются без изменений. Все опубликованы. Спасибо большое. Гостем в студии был представитель комитета по транспорту администрации города Алексей Курлыков. Спасибо за внимание. Всего самого доброго. И до встречи.